11-классница Мила с гордостью показывает диплом победителя Всероссийской Олимпиады школьников и позирует вместе со своим учителем. До этого девушка много раз участвовала в конкурсах и олимпиадах. В прошлом году стала финалистом регионального этапа. Но о победе настолько глобальной даже не думала. Я до этого стала победителем Беречневой Олимпиады. И она дает, по идее, практически такие шелькоты, как и победитель Всероссия. То есть за счет поступлений я уже могла не переживать и просто наслаждаться такой особой атмосферой Всероссия. Что больше всего запомнилось, ну, наверное, вот именно эта атмосфера, то, что там были такие одни из лучших российских преподавателей, члены ШРИ, то есть люди, которых все знают по всей России. Людмила признается, любовь к литературе ей привила семья. Книгу в руки девочки дали в семимесячном возрасте. В два года она наизусть знала отрывок из Русланы и Людмилы Пушкина, а в четыре читала книги детям в садике. А дальше талант девочки разглядела и учитель Ирина Григорченко. Мила – это моя ученица прямо вот с пятого класса. Никаких репетиторов, никаких дополнительных занятий. Это вот мой ученик, мой единомышленник, мой друг. Смело могу сказать, мой соучитель, потому что мы с ней иногда ведем вместе уроки. Вот такая у нас с ней форма есть, потому что то, что видит она в тексте, не всегда способна я увидеть. Это какой-то другой вообще взгляд на произведение. Поэтому мы совершенно смело идем с ней, например, в мой седьмой класс, который ее очень любит, и даем с ней вдвоем уроки. На вопрос о любимом авторе и произведении молодой талант улыбается и добавляет – любит все. А теперь, когда свободного времени стало больше, можно обратить внимание не только на школьную программу, но и на современную литературу. Мне нравится и Федор Михайлович Достоевский, мне нравится, наверное, мой самый любимый писатель Николай Васильевич Гоголь. Но при этом мне очень нравится 20-й век с его многочисленными модернистскими течениями. Там, наверное, если из русских авторов, то могу выделить Пастернаков, Булгакова, Платонова. Если из зарубежных писателей, то, пожалуй, мой самый любимый зарубежный писатель – это Кавка, Франц Кавка. Напомним, победители и призеры заключительного этапа могут поступить в любой вуз страны без вступительных экзаменов. Наша героиня пока выбирает желаемый вуз. Анна Тищенко, Управда ТВ.